Добрый вечер, в эфире новости АТН. В студии работает Мария Парсенкова и в начале выпуска коротко о главном. Охота на волонтеров. В зоне АТО сепаратисты расстреляли автомобиль харьковских активистов. Мы даже установили там видеокамеры, которые бы это все могли отслеживать, чтобы, не дай бог, не было никакого минного взрывного устройства. В канун майских праздников Харьков переходит на усиленный режим патрулирования. На подмогу местным силовикам и правоохранителям прибудет подкрепление из других областей. Усиливают меры безопасности и в Харьковском госпитале. Будет призначена додатковая автотехническая экспертиза, за результатами которой будет заявлено, чи было перевищение швидкости на момент скояния дорожньо-транспортной проводи. Ночью в самом центре Харькова «Мерседес» снес металлический забор. Реконструкция предусматривает расширение проезжей части на одну полосу движения. На Московском проспекте начались масштабные ремонтные работы. До осени движение транспорта на этом участке будет ограничено. Теперь подробнее. Охота на волонтеров. В зоне АТО сепаратисты расстреляли машину у харьковских активистов. Никто не пострадал только по счастливой случайности. Уверены волонтеры, ведь микроавтобус угодила радиоуправляемая ракета. И выпустили ее по гражданскому автомобилю целенаправленно, считают очевидцы. Это видео отсняли сами волонтеры. Харьковчане Елена Любинецкая и Артем Фессун. На выходных они, как обычно, повезли помощь на передовую. Машина была практически пуста. Все запланированные точки уже объехали. Военная часть возле Горловки была в самом конце маршрута. Здесь знакомые бойцы предложили волонтерам немного отдохнуть и выпить чаю. Только это и спасло активистов. Когда они отошли от своего микроавтобуса, который предусмотрительно оставили в посадке, по автомобилю открыли огонь. Сначала пристрелялся снайпер, а после него прилетела радиоуправляемая ракета. Уже раздали волонтерку. Я полезла в рюкзак за сигаретами. Ребята поставили чайник, пригласили пить чай. Я лезу за сигаретами. Тут какой-то звук. Думаю, показалось, нет там об машину что-то. Вроде ничего, все целое. Это как потом мы выяснили, это снайпер работал. Ну, попал в крышу, и пуля застряла в крыше. Только отошли от микроавтобуса к ребятам. Здесь идет шум, то есть летит снаряд. Все в укрытие. Ну, то, что вы уже видели с нашим бусом, то есть конкретно прошила стену, ракета стену буса. Но спасло наш бусик, наш труженик, спасло то, что двери были открыты. Мы их не закрыли. И ракета прошила стену, вылетела. Это остатки ракеты, которая попала в микроавтобус волонтеров. Украинские военные, которые были свидетелями подлой атаки, говорят, это противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Российская разработка, которая стоит только на вооружении России и некоторых арабских стран. В Украине такого оружия нет. Ракета весьма дорогостоящая, наводится лазером. Волонтеры уверены, противник, который находился всего в двух километрах от них, специально в качестве цели использовал гражданский микроавтобус. По военным позициям он даже не попробовал стрелять. Ведется запугивание своего рода волонтеров. Чему? Потому что на сегодняшний день все тримается саме на их плечах. Держава не способна належным чином обеспечить нашу армію амуницией, належной сучасной оружией. С таким врагом, как Россия, нам очень сложно, конечно, тягаться. Поэтому все это тримается на плечах волонтеров. Запугать, запугать тем, что разорвать, это уже не запугать, это уже истребить. Наверное, мы у них как кость в горле, потому что все-таки поддерживаем, стараемся поддержать наших ребят. Нас запугают? Нас не запугают. Мы теперь ещё больше загребаем. Правда, как ехать на передовую в следующий раз волонтеры пока не знают. Повреждённому микроавтобусу необходим ремонт, на который Елена и Артём денег пока не нашли. Хотя их больше беспокоит не этот факт, а то, что у их подшефных на передовой не хватает самого необходимого. Летние формы, амуниции, а главное – хорошей оптики, чтобы быть на равных с сепаратистами. Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения Новости. В преддверии майских праздников меры безопасности в Харькове усиливаются. С сегодняшнего дня милиции СБУ перешли на усиленный режим работы. Для охраны города в регион также прибудет подкрепление из других областей Украины. В целях безопасности харьковские волонтеры установили камеры видеонаблюдения и в военном госпитале. С подробностями Инна Степанишина. Частые теракты в Харькове, подрывы железнодорожных путей и последнее видеообращение, появившееся в интернете от имени так называемых харьковских партизан, с очередными угрозами расправятся со всеми, кто поддерживает Украину. Все это подтолкнуло волонтеров Харьковского военного госпиталя тоже позаботиться о безопасности своих подопечных. Рассказывают, харьковские партизаны неоднократно грозились отравить всю больницу. После всяких разных заявлений на ютубе этих патриотов Харькова о том, что будет отравлен весь госпиталь, о том, что будет все там, все будет заминировано, переиминировано, поэтому к нам обратилась и СБУ, и Минобороны с просьбой, что вот, пожалуйста, попросите людей о том, чтобы каждую вещь, которую они приносят, они обязательно доставали при вас. Мы даже установили там видеокамеры, которые бы это все могли отслеживать, чтобы, не дай бог, не было никакого минного взрывного устройства. Волонтеры уверяют, несмотря на то, что количество раненых с передовой уменьшилось, ежедневно в военный госпиталь, несмотря на заявленное на бумаге перемирие, которое, по сути, соблюдает только украинская сторона, поступает более 15 военнослужащих. У нас на данный момент находится где-то около 300-320 человек в совокупности всех болезней. Шесть человек находятся в реанимации с огнестрельными непосредственно, ну, то есть с ранениями, там и огнестрелы, и осколочные, то есть, ну, абсолютно разные. Я думаю, что это понятно, что это четыре человека в палатах интенсивной терапии. И все остальные ребята, которые более-менее способны передвигаться. Сейчас волонтеры вместе со специалистами говорят о необходимости открытия в Донецкой области еще одного специализированного медучреждения. Это позволит, говорят они, разгрузить Харьковские и Днепропетровские военные госпитали и помочь больницам Артемовска. Ведь именно туда с передовой вначале поступают бойцы. Больница третья создается с целью разгрузить непосредственно госпиталь Харькова и Днепропетровска для того, чтобы там на лечении находились все те ребята, вот о которых я говорила, которые не с ранениями, то есть для которых не в обязательном порядке не нужно какой-то аппаратуры, которые могли бы находиться в этой третьей больнице и находиться на лечении там. То бишь воспаление легких, простуды, зубы, гастриты и так далее, то, что можно было лечить на месте. А еще волонтеры хотят закупить термоодеяло для тяжело раненых бойцов АТО. Говорят, такая вещь действительно необходима. Пока бойца доставят на вертолетах в больнице, оно и согреет, или же при необходимости охладит. И просят неравнодушных харьковчан приносить не только вкусные гостинцы, но и вещи первой необходимости. От зубных щеток и нижнего белья до спортивной одежды и футболок. Ведь солдаты чаще всего поступают в госпиталь в ванной и уже непригодной для дальнейшей носки в форме. Инна Степанишина, Андрей Домовой, агентство телевидения новости. 10 аварий, 15 пострадавших. Свод КГИ за воскресенье. В двух ДТП, которые произошли с интервалом в 20 минут, фигурировали автомобили марки «Мерседес». В одном случае автомобиль догнали сзади, в другом участник был один. И по неустановленным пока причинам машина снесла металлический забор. В воскресенье, половина 12 ночи. Проспект Ленина, дом 7. «Мерседес», двигавшийся со стороны улицы Правды в направлении культуры, уничтожил несколько секций разделительного забора. 26-летний водитель в итоге уехал с места ДТП в машине скорой помощи. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб грудной клетки и перелом ноги. Из-за чего машина потеряла управление и снесла металлическое ограждение, однозначных выводов в ГАИ не делают. Оскільки транспортный засоб отримал механические ушкоджения, досить серьезные, вероятно, что будет призначена додатковая автотехническая экспертиза, за результатами якої самим будет сясовано, чи было перевищение швидкости на момент скояния дорожньо-транспортной пригоди. Еще один «Мерседес» отличился спустя 20 минут на 23 августа. В районе дома 26 столкнулись два автомобиля. «Мерседес» за рулем 32-летний мужчина ехал от проспекта Ленина в сторону улицы Клочковской. «Форд» водителю 24 года двигался сзади в попутном направлении. Два пассажира «Форда» – 19-ти и 20-летняя девушки – после столкновения отправились в больницу. Травмы у пострадавших не тяжелые. Галина Шподарева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости». До октября в Харькове ограничили движение по Московскому проспекту. Причина – расширение проезжей части в районе Велозаводского моста. В планах мэрии расширить дорогу как минимум до ХТЗ. Но вопрос, как обычно, упирается в финансирование. Точнее, его отсутствие. Сейчас работы на Московском проспекте ведутся сразу за Велозаводским мостом. От Курсиковского до Электромеханического переулка. Движение автотранспорта здесь закрывается. В мэрии сообщают, пропускать будут только общественный транспорт и спецмашины. Скорую – милицию спасателей. В таком режиме проспект будут ремонтировать до осени, говорят в горосполкоме. Планируют сначала расширить этот участок, а дальше двигаться в сторону ХТЗ. Реконструкция предусматривает расширение проезжей части на одну полосу движения. Также будут проводиться работы по ремонту инженерных коммуникаций, устройства остановочных карманов и так далее. Все остальные работы связаны. Мы планируем, опять же, это наши планы, где-то октябрь этого года. Но все зависит от погодных условий и так далее, от многих других факторов. Среди этих многих факторов и финансирование. Сейчас в мэрии уклоняются от ответов, есть ли средства на ремонт и на сколько этих денег дорожникам хватит. Лишь говорят, работа началась. Кроме Московского проспекта реконструкция продолжена на Клочковской. Здесь кладут второй слой асфальта в районе Героев труда и на Балашовском путепроводе. Марина Николаева, Александр Процемко, агентство телевидения «Новости». Вы смотрите новости АТН. Далее выпуски. Почему Ленин? Кому он мешал? По Харькову прокатилась очередная волна ленинопада. Теперь неизвестны начали рушить памятники Ильичу на территории вузов. Я изобразила девушку, которая слушает музыку. На самом деле это звуки танков, разрывающихся снарядов. И это заставляет людей плакать. Вместо эко-плакатов «Симфония градов» и «Разорванная Украина» в Харькове стартовал 10-й фестиваль «Триенали 4-й блок» и удивил зрителей большим количеством работ на антивоенную тематику. 24-го числа уже будет заметно теплее, 12-17 градусов тепла. 25-го еще выше, 13-18 тепла. Вслед за снегом и градом в Харьков снова придет тепло. К концу этой недели синоптики обещают до плюс 20. Подробности через несколько секунд. Распродажи ковров в магазине «Комфорт» небывалые скидки до 50% на весь ассортимент. Таких цен вы еще не видели. Выбирайте с «Комфортом» в магазине «Комфорт». 30-40 набирай, такси-шара замовляй. Є мобільний, є такси. Замовляй. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно. Сталеві двері «Комунар». Телефонуйте 7100. Дивани для дітей від 2000 гривень. Та для всієї родини від 3700. Меблевий склад-магазин на метро Маршала Жукова. Напроти дому меблі. Детально на сайті умк.ua. На тих выходных по Харькову прокатилась новая волна ленинапада. В этот раз неизвестные рушили памятники на территории высших учебных заведений. Сейчас милиция пытается установить причастных. На данный момент их действия оквалифицированы как хулиганство. В Харькове продолжился ленинапад. Теперь борцы с наследием коммунистической эпохи принялись за каменных истуканов на территории вузов. Первым пал памятник вождю пролетариата на территории Харьковского аэрокосмического университета. Около 11 ночи неизвестные пробрались на территорию ХАИ. Вооружившись лестницей, борцы с памятниками набросили тросы на каменного истукана и повалили его. Как видно по видео, которое появилось в ютуб сразу после происшествия, в результате падения скульптура была сильно повреждена и вряд ли подлежит восстановлению. Такие методы борьбы с памятниками у самих хаилцев особого одобрения не вызывают. Почему Ленин? Кому он мешал? Почему не Ленин? Кого? Ну не знаю, там Ворошила. Ну не все равно на самом деле. Много-много деятелей таких, да, ну известных каких-то. Зачем их? Ну я думаю, они не виноваты ни в чем. Что-то люди пытаются доказать сейчас, да, потому что валят. Если уже демонтировать, то это должно быть цивильным образом, как положено. Если принят будет закон, значит, насколько я знаю, не подписан, принят будет закон, нужно будет, значит, должно это все быть, как в нормальных европейских государствах, а не варварскими такими методами. Нужно или нет возвращать Ильича на пьедестал на территорию учебного заведения, в этом вопросе мнения расходятся. Кто-то выступает за, но большинство уверяют, памятники с политическим подтекстом уже утомили, ведь всегда можно придумать что-то более близкое людям. Не памятник, а, скажем, скульптуру. Вот, например, как в хере перед входом сидит студент с компьютером, знаете, вот такого типа какую-нибудь там скульптурную группу поставить, чтобы университет прославляло. Установить на месте каменного Ильича памятник основателю ХПИ Виктору Кирпичеву предлагают теперь и студенты политеха. Пока что на пустующем постаменте обитают голуби. Здесь борцы с коммунистическим наследием появились часом позже и действовали более решительно. Распилили замок на воротах, подогнали к постаменту газель и, зацепив тросами, фактически сорвали памятник с основания. Уцелел только фрагмент ботинка. Сначала какие-то должны быть документы, ну и в первую очередь, наверное, какое-то голосование должно быть. Тоже провести опрос, анкетирование. Также вот опросить, как вы сейчас меня опрашиваете. Так сносить памятники таким путем, это вандализм. Приехать ночью и снести, распиляли замок. Это неправильно так делать. Положительно, положительно. Очень хорошо, что его увезли отсюда. Замечательно. Восстановление, демонтаж постаментов или смена их обитателей. Какой из вариантов выберет руководство вузов, пока непонятно. До ректора Тахаида звониться не удалось, а в ХПИ руководство будет занято до четверга. Между тем, правоохранители уже принялись разыскивать причастных к сносу памятников. Сейчас работники милиции проводят все необходимые оперативно-следственные действия и мероприятия с целью установления всех обстоятельств и происшествий и лиц, причастных к ним. Следственным отделом Киевского райотдела милиции открыто производство уголовное по квалификации действия злоумышленников, которые по части 2 статьи 296 хулиганства. Активных борцов с каменными вождями эпохи строительства коммунизма может ждать наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет. Оксана Нечапаренко, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Симфония Градов и разорванная Украина. Фестиваль, который традиционно позиционируется как конкурс экоплакатов, в этом году удивил зрителей большим количеством работ на антивоенную тематику. Авторы из более чем 40 стран мира не смогли остаться равнодушными к событиям в Украине. Свои эмоции художники оставили на плакатах, которые составили основную экспозицию «Триеннале 4-й блок». Страхи и ужасы 21 века перевернули душу даже тех художников, которые никогда не творили, вдохновляясь войной. Ольга Мальцева – переселенка из Донецка. В городе, где в течение последнего года звуки выстрелов и перестрелок стали более привычными и частыми, нежели музыка, осталась её семья. Переживания и боль не смогла удержать в себе. Вот этот плакат «Донбасс симфони» – это, по сути, отражение того, что происходило. То, что на плакате я изобразила девушку, которая слушает музыку. На самом деле это звуки танков, разрывающихся снарядов, и это заставляет людей плакать. Муж Вероники Скрипки пострадал от рук террористов в феврале. Во время мирного шествия боец добровольческого батальона «Харьков-1» получил многочисленные ранения при взрыве возле Дворца спорта на проспекте маршала Жукова. Своим мужеством и бесстрашием при фронтовой «Харьков» не раз давал художнице импульсы к творчеству. История о том, как активисты за собственный день геруют окопы на российско-украинской границе, не дожидаясь помощи из Киева, поразила больше всего. Человек стоит не с автоматом в руках, а с лопатой, который, грубо говоря, безоружен и просто защищает свою территорию против мощного оружия, агрессора. Триеннале проходит уже в девятый раз. Однако впервые именно война составляет чуть ли не самую главную часть экспозиции. Признаются организаторы фестиваля. Из четырех тысяч работ для выставки выбрали 800. География участников обширна. 42 страны мира – Польша, Белоруссия, Россия, Чехия, Мексика, Китай. И в каждой стране есть авторы, писавшие о войне. Строчка из песни «Ад» божественной комедии Данты стала красноречивым слоганом Триеннале. Тема «Ада», в общем, к сожалению, близка сейчас украинцам за счет того, что в стране происходит война. Мы хотим из него выйти, поэтому слоганом является «И вновь увидеть звезды», фраза которой заканчивается песнь «Ад». Менее кровавая, но не менее убийственная война, в которой не может быть победителей – это война человека с природой, говорят участники Триенале. Бездумное расходование воды, загрязнение экосистемы, воздуха, океана и почвы, глобальная индустриализация в конце приведут к фатальным последствиям. Есть такая проблема, что многие люди не верят на самом деле, что происходит это глобальное потепление. То есть много народу считает, что проблема надуманная, что ее на самом деле нет, хотя научные данные свидетельствуют, что такая ситуация есть. И мне захотелось сделать именно плакат о том, что человечество не замечает проблему, которая его поглощает, по сути дела. Игнорирование этих проблем может ввергнуть человека в ад. Если же попытаться что-то изменить, можно подняться к звездам, говорят посетители выставки. И уверяют, некоторые плакаты заставили их изменить отношение к вещам, о которых раньше даже не задумывались. Со всего мира творческие люди создают потрясающие плакаты. Но на самом деле довольно со слезами смотришь на то, как показывают войну и у нас, и в других странах. И понимаешь, что война, конечно, никогда ни к чему хорошему не приводит. Победителей жюри назовет в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Специальная номинация в этот раз есть и для антивоенных плакатов. Однако главной наградой для художников говорят не звания и победы, а эмоции тех, для кого они и создавали свои шедевры. Анна Василенко, Игорь Новиков, агентство телевидения новости. Еще три дня похолодания и заморозков, и в Харьков снова вернется тепло. Уже с четверга, обещают синоптики, температура понемногу пойдет вверх. А дождей со снегом уже не будет. Хоть на дворе погода совсем не весенняя и в саду особо не покопаешься, спрос на плодоносящие кустарники у продавцов неплохой. Да и выбрать есть из чего. Малина, краснобокий крыжовник, сладкая черная смородина. Несмотря на то, что цены по сравнению с прошлым годом подросли гривен на 5-7, садоводы-любители разметают саженцы для своих дач. Тем более, что продавцы обещают, плодоносить будет все и не один год, даже если посадить по такой вот холодной погоде. Смородинка мороз, наоборот, выдерживает хорошо. Можно садить без вопросов. Малинка прячется на корне. У нее есть даже маленькие жилки. Они садятся в землю и на него мерзают. Малинка плодит на молодых побегах. За счет этого она садится поглубже, на 10 сантиметров. Такая морозоустойчивость более чем актуальна как раз в апреле. Заморозки в этом месяце – обычное дело. Правда, терпеть холод осталось недолго. Синоптики обещают заморозки на поверхности и в воздухе еще дня три. Днем ожидается в среднем 7 градусов тепла. А вот небольшие осадки прогнозируются только во вторник. А уже с четверга ситуация начнет меняться под влиянием азорского антициклона. 24 числа уже будет заметно теплее – 12-17 градусов тепла. 25 еще выше – 13-18 тепла. И там постепенно до 20 градусов. То есть, как бы вот приходит уже наконец-то весна. Теплая погода, обещают в гидромедцентре, продержится до конца апреля. А вот каким будет начало мая, пока сказать не берутся. Оксана Инчапаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Таким был понедельник, 20 апреля. Больше новостей вы, как всегда, сможете найти на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Парсенкова. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok В Украине тысячи волонтеров, которые помогают в день и в ночи. Допомога есть, когда мы разом. Шукай центры волонтеров в твоем городе. Субтитры предоставил DimaTorzok В Украине тысячи волонтеров в твоем городе. Субтитры предоставил DimaTorzok Цей світ врятує людина. Людина, що несе любов та милосердя. Розум можна затьмарити. Очи можна обманути. Але людина чує серцем. І це серце врятує людство. В Украине. Понад мільйон двісті тисяч переселенців. Хочешь допомогти? Звертайся. Дякую. Дякую.